всех приветствую на прохождение третьей части я даже не ожидал что будет вторая а уже третье так в этой серии мы сегодня с вами будем делать воду и кислород мы будем ее добывать и в принципе я думаю что это будет такое коротенькое видео чисто по воде и кислороду и да и как в каждом новом видео к примеру которое будет по этой тематике я буду дополнять старое потому что примеру в прошлое там кое-что не до рассказал то что хотел мы с вами сделали вот такую вот систему до автоматического но у меня здесь она не работает потому что у меня там нету здесь атмосферы ну то есть на луне и нету и чему ему вы тут выкачивать примеру если вы построили а у вас эта система не работает да ну бывает такое но не хочет она работать у вас все что вы можете сделать как это сделать сделать проще все раза берете сейчас что нам нужно будет нам нужно будет вот эта штука берете в руки кусачки отсоединяйте панель все вы отсоединили панель теперь если вы сейчас будете тыркать она у вас работать не будет вам нужно будет взять в руки вот так широковерт и вернуть его нет не так перевернуть на цех куда вернуть его обратно так как она была всем теперь когда вы будете вот у нас открылась до помещения сейчас я специально на нас сделал 146 градусов потом объясню зачем это надо вот к примеру когда вы выходите отсюда из помещения вы просто закрываете дверку нажимаете вентилятор вот эту вот сторону в красную чтоб у вас здесь красное было и здесь красное было включайте вентилятор видите и у вас все выключалось то есть давайте еще раз открою 146 градусов этот к примеру там что-то поделали выходите закрываете нажимаете хопа всем у вас полностью весь кислород который у вас тут находится вернулся обратно к вам домик выключаете нажимаете дверку и выходите если к первому на на какой-то планете здесь либо холодно либо жарко либо это марс либо любая другая планета вы так же самое заходите закрываете дверку у вас здесь негативный там температура всякие примеси до химия так же самое нажимаете она и откачала его немножко подождали здесь образовался вакуум полный выключаете и заходите и все и можно вот так действовать без примеру без вот этой вот панельки но если она у вас там не работает да конечно это будет дольше приходится закрывать включать и тогда уже только выходить но это я говорю на всякий пожарный примеру если у вас что-то не получается так что даже можно взять и снять эту панельку она в принципе не нужно будет ну чтоб она здесь не мелькало но во второй части я показал как это все делается добавить тебя снимем что ты нам тут глаза не мулял до отнесем тебя куда-то отсюда так концу стекло и давайте смотреть допустим допустим у вас здесь на улице либо холодно либо жарко но бывает такое да что делать перед тем как добывать воду и кислород нам нужно с вами либо охладить либо согреть наше помещение все закрываем делаем вид что у нас тут примеси от качалась нажали вышли заходим здесь я специально на главную температуру 147 градусов больше не стал нагонять я думаю что и так будет понятным вот если у вас внутри к примеру холодно и вам нужно согреть помещение есть такая штука как электрообогреватель она находится у нас сейчас покажу где закрыли от качали звук перестал пить и работать еще раз понять что она закончилась все полный вакуум выходим у нас будет обогреватель находиться и охлаждает к его вот в этой штуке вот обогреватель он находится у нас гидро велическим изгибатели труп теперь у вас тут холодно вы построили себе кибетку опять же не забывайте делать это действие прекратилось все хорошо захотите до включаете обогреватель и у нас температура будет немножечко подниматься но вам нужно сделать там комфортно и к примеру себе 20 градусов да но на первом начале да и не забывайте когда у вас вот такие вот стеклянные стены они железные от солнышко ваше помещение в любом случае будет нагреваться но от этого не избавиться также можете полностью зашивать его лист но это к металлам на чтоб температура здесь не скакала все вы нажали да тут начал температуру подниматься вот вы добыли свои 20 градусов с этим проще то есть нагреть помещение проще как его охладить остудить опять же ставите активную вентиляцию выводите трубу наружу и включаете сейчас покажу видите у нас 154 градуса мы сейчас с вами здесь станем и посмотрим сейчас у нас упадет полностью с вами давлением сверху видите давление написано сейчас давление упадет давайте наверное выключаем пока весь свет он нам не нужен а вот так лучше видно все сейчас смотрим включаем активную вентиляцию давление падает да это не так быстро происходит но мы в принципе никуда не спешим правильно с вами сейчас как только упадет давлением сейчас как только чуть-чуть упадет давление полностью все сейчас посмотрите это я делаю то есть как как остудить если вы находитесь шоу за окном там плюс 700 градусов и внутри вас будет плюс 700 градусов активную вентиляцию это без кондиционеров пока на изначальном этапе до кондиционеров еще дойдем вам нужно сразу охладить себе эту комнату потому что если вы играете на сложном уровне то вам нужно поесть и попить а поесть попить вы не сможете из-за того что вы не сможете открыть шлем потому что у вас легкие там повредятся об этом я тоже говорил по моему во второй части так шоу на сейчас с вами должно еще чуть-чуть времени пройти она сейчас все в нам откачает давай 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 еще чуть чуть не буду перематывание буду обрезать но буду показывает а как она есть ну как будто я сам играл бы то я подождал бы планшетиком да в планшете у нас же стоит лишь вот анализатор атмосферы во второй части я показывал где он делается и как его делать надо будет аккумулятор поменять на планшете она же не буду выключать чтобы не забыть сейчас здесь откачается сходим как раз аккумулятор поменяем потому же реально могу забыть так еще чуть-чуть сейчас примеси закончится давление полностью упадет до нуля неважно 156 температура у вас там за окном 700 температура когда вы помещение не делаете полный вакуум сейчас еще 54 во все у вас по нулям здесь у вас будет показываться полный вакуум то есть у вас здесь нулевая температура все ее здесь нету то есть вы полностью охладили свое помещение по-быстрому здесь мы с вами выключаем сейчас давайте поменяем батарейку хотя в принципе можно было двери не закрывайте все равно у нас тут внутри ничего нету но вы так не делайте я на луне я могу вы на этом как его на другой планете так не делайте так давай батарейку поменяем поставим хорошую батарейку вот это вот сильную да то есть я могу себе сейчас такое позволить вы себе не делаете поняли да откачали здесь вот полностью себе откачали сделала полную вакуум и вот так дверку тут открывать и потому что придется все дело все заново так что дальше делать сделали вы полный вакуум вам нужно нагреть будет помещение чуть-чуть включайте обогреватель сейчас поймете зачем берете в руку пояс вот есть вот такая штука оксид лед бросаете его сюда только о по все как только он испарился у вас внутри начала растить ну трассе температура у меня из-за чего растет температура потому что солнце идет ну то есть вы сами видите да у вас к примеру если будет железные стены полностью зашитые то так быстро температура синим будет чтобы здесь у вас был кислород вы либо оксид лед сюда выбрасываете либо к примеру у вас будет газовый баллон можете сюда полностью а за баллон перенести открыть его выпустить его здесь будет кислород здесь я смогу если не ошибаюсь уже с вами дышать от перед шлем открыть а нет еще не могу значит критический уровень кислорода мне надо больше кислорода хорошо тогда берем добавляем еще оксида вот сюда он начинает таять начинает да хорошо мы сейчас с вами посмотрим низкое давление хорошо на сейчас повысим с вами давлением сейчас повысим с вами давление все повысили давление давление у нас 20 то есть можем дышать плюс кислорода у нас с вами тоже нормально значит можем с вами здесь дышать закрыть шлем открыть шлем справа снизу лишь шлем закрыт шлем открыт то есть к примеру ты сейчас на данный момент в постройке можешь взять в руки к примеру там шоколадку но у меня нет шоколадки бутылку воды и сделать свой первый глоточек все убрали не забываем закрыли шлем заперечь шлем чтобы случайно не нажать это на улице так двигаемся дальше что мы будем делать дальше дальше нам понадобится свет поняли дашу как это делается то есть у нас сейчас температура будет потихонечку с вами расти если у вас примеру там маленькая температура вам надо больше просто чуть-чуть включили ненамного и выключили в любом случае когда вы будете здесь двигаться электрические приборы и так далее его все равно будет нагреваться комната и вам в любом случае придется к примеру там ее в дальнейшем охлаждать но до охлаждения еще далеко нам нужно с вами будет добыча с воды и добыть себе кислорода так давайте эту штуку наверное мы с вами одну поставим но может здесь и поставим как вы на это смотрите нам нужен будет измельчитель льда ставим его один сюда нам понадобится две штуки измельчитель льда делается в этом как его в сгибателе труп просто подходите туда хотя ладно арчи показывай они рассказы будем показывать они рассказывать измельчитель да он понадобится измельчитель дам измельчитель до пишем и измельчитель льда просто из измельчитель да вам понадобится такая вот штука так же самое все остальные штуки они делаются в измельчитель и труп опять же я показываю это упрощенный вариант не забывайте заходите открываете все показывают и такие изначальные упрощенный вариант для тех кто вообще не понимает но хочет разобраться да так что нам нужно нам нужно взять в руки с вами нам нужно по нам там будет лист металла провод и пластик вроде если не ошибаюсь так что давайте сразу его возьмем у нас он вроде бы как бы есть так что нам нужно нам нужен рюнзак пластик железо за стекло не помню ну давай одну штучку возьмем на кроняк если что потом сделаем но не помню по поводу стекла если честно нам нужен лим будет он тут или нет все откачали сделали полный вакуум если к примеру у вас вот эта вот система не работает но мне она может не работать надо на марсе может и на все остальные планеты может работать если вам проще с этой системой и не запариваться вот так вот смотрите второе видео если вам и так подойдет то хорошо едем так я выключил планшет куда не забывайте выключать все ваши гаджеты это все так как и в реальной жизни так что мне нужно лишь железом берем руки или железом нажимаем правой кнопкой мыши есть моток кабеля все из мечи льда готов это один нам нужно будет таких два штуки чтобы добывать воду и чтобы добывать себе кислород вот из мечи льда когда вы будете его ставить смотрите вот вот так вы нажали правой кнопкой мыши на из мечи льда снизу видите труба стрелочка жидкостью то есть снизу у вас будет течь вода сверху вот где трубочка ну вот стрелка идет сверху у вас идет газ то есть запомнили снизу вода сверху газ если примеру вам нужно добыть воду вы трубу подключаете снизу если вам надо добыть и газ вы трубу подключаете сверху так как нам нужно сейчас вода берем трубу делаем трубу ведем сами вниз выводим ее сюда то есть запомнили да снизу вода и течет сверху у нас идет газ так что нам нужно дальше нам нужен будет с вами переносной жидкости жидкостный резервуар одна штука и нужно будет вот такая вот а у меня низкий уровень воздуха и резервуаре хорошо давайте заправим баллон на изначальном этапе у вас будет такая вот система для заправки то где наш кислород вот наш белый баллон оставляем раз два три 4 5 закрыли пополнили все хорошо идем обратно закрыли от качали выключили зашли раньше здесь были вот такие вот баллоны это как его синего цвета сейчас синего цвета нету есть только желтая но вроде они должны тоже нам подходить так что ставим сюда здесь тоже видим и тут идет для водички так требуется замена фильтра значит вот так и сделаем так что нам нужно нам нужен резервуар вот берем перри резервуар правой кнопкой мыши ставим его до так берем его на к юшку остановись пожалуйста остановись и мы нам нужно его так поставить берем руки разводной ключ лишь загорелся желтеньким разводной ключ то есть это баллон уже загорелся желтеньким наводишь то его лкм все ты подсоединил теперь у нас жидкостный резервуар который пустой вот у нас тут по панелям 790 литров это вместимость его с 11 литров то есть у нас тут он полностью нулевой подключил его понял да но еще раз ты его открыл оказывание рассказываю низкий заряд вот ты берешь его в руку правая кнопка мыши о помните появился берешь его ставишь его сюда рядышком даже можешь так его поставить берешь руки разводной ключ желтым загорелась ты его установил сейчас секундочку я поменяю батарейку и мы продолжим с вами буквально пару секунд опять же записываю все одним дублем без монтажа все что вспоминаю то и то и как говорится и дело что не вспомнил приходится вот так вот бегать так опять не забываем должно войти в привычку если вы хотите пользоваться этим то есть либо консоль кай либо должно в привычку быть что ты зашел дверки закрыл откачал закрыл но либо нажал на консоль q которая во второй части так что нам нужно нам дальше нужны трубы с вами берем руки трубы берем руки разводный ключ труба мне нужна труба будет с вами вот сюда так здесь что нам нужно нам нужно будет с вами сделать вот такую вот штуку вот так вот на будет сделать берем правая кнопка мыши нажимаем на трубу вот это вот он идет изначально вот прямая на себя колесико мышки раз на себя клюшка мышки 2 т-образная вещь вас право написано и образная вот ставим такой вот для образную потом делаем обычную соединяем зачем это нужно потом расскажу а точнее даже сейчас нам нужно будет как-то с вами заправлять же как его наши бутылочки видишь у меня вот бутылочка пустая для воды не нужно будет нужно будет как-то заправлять как это будет делается это делается с помощью разливочной машины нам нужно будет установить вот здесь вот разливочную машину ты можешь делать это вот тут примеру повесить ее сверху на окошко да ну это не принципиально но тебе нужно будет сверху видишь сверху плюсик нужно будет провод подключать к энергии ну то есть к нашей это какие у батареи так что либо тут его вешай в виде провод либо можешь так просто сделать все мы подключили берем с вами теперь провод руки надеюсь нам его хватит и мне не нужно будет его делать что делаем выводим его вот сюда а к нам нужна батарейка батарейка так ведем провода опять же это ты разбираешься если по примеру я строил бы такую вот самую систему у себя нормальной базе я использовал примеров усиленная провода ну если ты будешь строить базу к примеру уже огромное потом то есть это твоя изначальная кибит когда ты прибыл на планету тебе нужно построиться а дальше ты уже будешь развивать свое огромное поселение но чтоб тебе выжить чтоб тебя была вода еда и кислород так как и еду тебя там еще дают и плюс мы и выращивать будем то нужно будет сделать такую кипятку а дальше уже берешь нормальная провода и делаешь так работает работает что нужно дальше нужно дальше по и соединить вот это вот вот сюда раз так отдайте я наверное возьму руки мор и уберу вот это вот без безобразия чтобы было видно нормально вроде вроде нормально в принципе это не смертельные не принципиально но глазик муляет так закрыли тут мы закрыли на кредит кубоками закрыли хорошо все мы подключили работает и если мы сейчас все правильно с сделали то заходите оказывание рассказываем хорошо так нужно будет зайти вот сюда взять поиск шахтера открыть его закрыть открыть выйти вам понадобится во первых вода вода у нас вот выглядит вот таким вот белым лед вода мне душ надо принять не ребятки пока месь без душа я понимаю что и гена еще то вот находится здесь лед видишь он таким вот белым светится подходишь и добывая себе льда потом подходишь и добываешь себе такого вот вещества все добыли видишь синий лед оксид и лед вода лед вода это вода оксид это кислород все идем идем на базу блин а вот это вот первый раз это вот первый раз мне такой ладно мне нужна водичка но мы сейчас как раз сами водичку и попьем хорошо поняли да белый водичка синий кислород закрыли все спецэффекты надеюсь вы лайк не за спецэффекты поставить и подходите сюда берете лед вода и ждете и смотрите сейчас здесь нужно будет заполняться ваша канистр очка она не заполняется потому что я не добавил еще одну штуку сейчас погоди я таки извиняюсь я забыл но думаю у меня простите вот сюда ставить вот так и теперь включаем заново и должно сейчас теперь будет пойти водичкой сюда я же водичка добавил брали на сейчас должно заполняться будет водой долго и нудно конечно но что поделать что у нас по поводу температуры 9 градусов хорошо давай сделаем температуру побольше до нормальной двадцатки к примеру подымем вот пошло все выключили какая температура 10 градусов отлично водичка пошла у нас с вами есть вода и и конечно мало вот тут в этом льду ну чё поделать водичка есть да она будет вот так долго и но там делать так что не переживайте просто здесь поменялась механика раньше здесь была синяя такая самая штука для воды с одним потом а сейчас я ее найти там не могу но может ее просто и объединили так что я по памяти то что помню тут сейчас и делает ваша я сам давно не играл так на данный момент у нас снизу с вами 4 литра водички вот с одного такого кубика льда надеюсь вам слышно надеюсь вам слышно так все тихо пожалуйста вот сюда его запрятали потому что реально будет очень долгая нудношенность по температуре 10 градусов но можете себе реально комфортно делать примеру там 20 . 2015 все отлично вода у нас есть да а вы подключили из мечте льда нижняя труба и то есть идет нижняя это вода сюда подключили подключайте в 2 и не знаю почему одна не работает хотя возможно это вход это идет на выход возможно как так шо так шо ладно возможно что здесь идет вход до вход а здесь выход должен быть ладно вот мы добыли с вами 4 литра воды то берем теперь пустую баночку вот у нас пустая бутылочка воды вставляем ее сюда слышать этот звук у нас с вами есть водичка и мы можем с вами попить хорошо сколько мы 3 литра то есть литр мы забрали если мы сейчас ставим сюда водичку 2 литра видите снизу 2 литра водички хорошо выключили теперь у нас с вами есть водичка на постоянной основе это уже хорошо правильно мы с вами молодцы мы с вами справились я не буду весь лед тут конопатить но чтобы вот эти вот лишние звуки не были нас не отвлекали все у нас теперь здесь есть вода просто если у вас здесь не будет к примеру лед идти возьмите в руки планшет посмотрите может вас температура просто не подходящий холодного основат на 12 градусов у меня нормально лед начал работать то есть давайте еще раз проверим включаем и пошла вот у меня температура здесь 12 3 градуса и внутри температура нашего отсека 13 5 градусов видишь да то есть 12 3 а внутри 13 5 ну то есть нормальная температура с помощью которой можно пить опять же это будет вот так как я показал если изначально вы сделаете как самом начале то есть полный вакуум нагнали себе температуры кинули сюда оксид сделали себе давление вот у меня давление 20 и 64 молям это как его у меня кислорода все и будет все отлично можно будет конечно потом поставить консоль q еще что будет показывать какая она сколько у вас тут давление какой температурой все остальное но до этого еще эту мы тоже разного стенка мы просто разбираемся как что и делать дальше что мы делаем нам нужен измельчитель льда где он у нас находится вот и дед мы берем с вами ставим измельчитель льда также сама вот сюда теперь нам нужно будет с вами не нижняя труба где водичка а верхняя так дай мне пояс закрой мне нужен газовый лес металла и провод если не ошибаюсь готова так про вот эти вот баллоны с водой и кислородом можно к примеру забыть про них потому что я не помню по моему на среднем уровне сложности воду вам сразу не дают у вас ее нету у вас по моему только баллон с кислородом то есть как как только вы сразу построили кибетку сделали здесь температуру просто берете газовый баллон сюда приносите и ставите его здесь я могу его оставлять спокойно на улице не беспокоишь а мне там температура подымется либо упадет потому что сейчас секунду не нужен сейчас мы посмотрим вот вещь у меня температура баллона с 10 это 19 за радость 2 за радусов из-за того что солнышко светит ну то есть а вам желательно баллон сразу изначально как вы только сняли пока мисс вы баллон с этого шаттла не снимите там температура на нем подниматься не будет у вас будет вот тут баллон висеть если ошибаюсь по моему где-то здесь висел и у то есть по моему вас тут баллон с кислородом здесь висел как только вы его начинаете снимать по моему сразу начинается повышать температура если я не ошибаюсь конечно в принципе мы могли бы это с вами проверить но давайте закончим сначала с кислородом все построили нам нужно теперь желтая труба надеюсь нам ее хватит все верхняя желтая это газы вспышка слева вспышка справа и газы все теперь берем такую же самую штуку правой кнопкой мыши нажали поставили баллон переносной резервуар газовый правой кнопкой мыши открыли берем в руки разводной ключ присоединили смотрим по нолям то есть видишь когда я подхожу сюда меня сразу информация показывается какая температура сколько здесь находится здесь у нас пусто что нам нужно нам нужно во первых низкий заряд и как же быстро это все происходит сейчас либо две секундочки до новые вот так в таком темпе будете бегать также просто показываю игровой процесс у меня низкий заряд ну ладно мы поменяем шли обратно закрыли делаем перестала открыли возвращаемся нам нужно сначала проводку провести сделать все красиво правильно проверяем работает шикарно берем руки кусачки берем в руки трубу я наша труба берем руки трубу запомните когда вы работаете с трубой у вас руках должен быть постоянно кусачки потому что бывают такие моменты когда к примеру ты не можешь там что-то подсоединить у тебя будет таким вот красным светиться те нужны будут кусачки так делаем опять же делаем вот на себя раз-два т-образное т-образное буду сайт подсоединяй так не знаю чтобы проще было здесь нам нужно как-то потом это что такое это водичка сто процентов ладно нужно как-то с вами будет забирать отсюда кислород правильно нам нужно будет вот такая вот вот такая вот штука стойка для газового баллона и она находится и как она вообще выглядит потому что вы можете сначала те кто особенно не знает встать встать ступор и пойти искать как она выглядит нажимаете сюда заходите и гидролический гибатель труб спускаетесь чуть чуть ниже вот до этого момента виде написано китка вот такая вот желтая штучка пайп 6 газ там не знаю мне с английским плохо так что и таки извиняюсь берете этот кит нажимаете на этот кит для кита вам понадобится 5 железо делаете этот кит но этот кит от нас уже есть да ну допустим к примеру у нас его не было давай давай мы его выбросим допустим у нас его не было берем этот кит выключаем не забываем возвращаемся назад надо будет порожек как-то сделать нажимаем правой кнопкой мыши и делаем колесико на себя 1 2 стойкой а газового баллона подключили потом если ошибаюсь этой стойке тоже нужно электричество вроде как бы так что на всякие пожарные и они я просто не помню реально на всякие пожарные подключим сделаем сейчас два баллона пустых и проверим нужно будет либо не нужно подключили сейчас мы сходим у меня просто есть один пустой газовый баллон вот он ведь я за баллон 0 килопаскаль то есть он пустой сейчас нужно будет сделать такой же самое еще баллон так подходим и гидролический сгибатель труб ищем газовый баллон а за баллон газовый баллон газовый баллон самый первый что нужно железо 5 штучек хорошо давай сюда я объяснял во второй серии и либо в первые зачем я нажимаю стрелочку это но опять же если ты не хочешь у тебя полностью примеру потратился весь твой материал потому что к примеру у тебя тут 50 этого металла а тебе нужно за баллон он стоит 5 ты нажимаешь же делать и он будет делать до бесконечности пока не закончится у тебя материал так что когда ты нажал что-то делать ты нажал что-то делать один раз влево стрелочку нажал и у тебя будет только один предмет готовится и все да если я некоторые моменты какие-то упускаю а я думаю по любому их пускаю просто напишите в комментариях что конкретно кромирует а мне рассказал следующий дополним как с этой дверью так вот у нас есть два газовых баллона раз два смотрим пусто видишь пусто так сама здесь пусто здесь водичка как проверить пусто ли не пусто пусто теперь нам нужно взять в руки опять наш оксид лед берем в руки планшет здесь мы закрываем здесь мы закрываем здесь мы закрываем здесь мы закрываем и смотрим сейчас должен пойти газы вот в эту штуку в заполняется ведь им нужно подождать и а за у балл он начал заполняться у нас с вами конечно нитраты есть 10 процентов но в принципе я думаю это не будет так сильно смертельным сейчас секунду здесь у нас чистый до кислорода здесь у нас чистый кислород но на начальном этапе нам в принципе и такого тоже должно хватить так все хорошо 260 моль принципе выключаем вы можете делать это почти до бесконечности главное смотреть чтобы вот это вот стрелочка видишь черная стрелочка да не дошла до красной потому что если дойдет до красной это нет они видишь она ёбнет просто ёбнет и все им больше его не будет так теперь можем делать с вами вот такую вот тупку раз ради эта штука для которой мы тоже можем заправлять или как нет заправлять не можем значит мы вставляем с пустой газов баллон пошло давление видишь тысячу все тысячу кислорода нас есть а теперь давай с тобой проверим мы тебя давай оставим вот тут проверим с помощью кусачек мы сделаем уник берем в руки баллон пустой вот он пустой есть же что-то еще 0 до по нолям нет 300 моль еще есть не нам вот этот провод не нужен значит я ошибся все мы можем с вами заправлять тут тоже 969 есть отлично сколько здесь 1042 то есть если мы сейчас с вами это все закроем это все закроем нажмем на скафандр вот наш и начальный белый баллон мы его достаем и вставляем желтый ставили желтый ждем чего мы ждем мы ждем конкретно будет ли отторжение вроде бы отторжение у нас нет то то есть вы можете спокойно подходить включить заполнять дальше альдом то есть отторжение нету уже хорошо пусть тоже заполняется можно спокойно его до до семерки заполнить на 7000 там 2000 1700 ладно пусть заполняется 1700 у нас есть значит мы все сами правильно сделали значит мы все правильно с вами сделали а значит у нас с вами есть теперь кислород пока мы будем с вами добывать летучее вещество да у нас вами будет постоянно кислород и с вами вода то есть мы сможем с вами пить водичку и даже и не париться и если вам к примеру не в терпишь можно посадить час будет тут к примеру кукурузку но я думаю это можно будет выделить на следующую серию правильно то есть то есть в принципе мы молодцы мы с вами справились проверяем еще раз включаем звук пошел хорошо выключаем все вроде все хотел короткую серию нам будет как-то такая я не знаю если к примеру верну обратно потому что тут мало у нас кислорода если что-то я упустил либо что-то я там не так сделал то как то так самое изначально я показал как сделать здесь температуру комфортно да просто делайте полный вакуум без разницы минут 700 плюс 350 там еще что-нибудь даже если на улице холодно либо жарко вы делаете кибитку закрываете дверку и включаете вот так и у вас полностью вакуум получается потом с этим вы уже работаете берете достаете планшет и смотрите какая у вас там температура сейчас нас температура 21 и 7 давление тоже у нас 21 в принципе нормально жить можно по поводу от этих вот и нитратов и всего остального можно оставить фильтрацию по поводу фильтрации давайте мы сейчас с вами или давайте уже сделаем это в следующей серии в общем если вам нужно будет следующая серия 4 по поводу давайте наверное по поводу фильтрации подумаем и по поводу растений как и здесь их можно будет выращивать то можно будет сделать плюс что нужно будет сделать чтобы облегчить нам с вами жизнь это нужен deep майнер чтобы сделать deep майнер что такой deep майнер deep майнер это такая штука так баллон мне пока не нужен этот выкину сюда deep майнер такая штука которая добывает автоматически вам руду то есть вам бегать за ней не придется вы здесь и устанавливаете подключаете к ней батарею она начинает получается это как его копать смесь вот такую вот f1 нажали вот такие вот регенераты вот такие регенератором качает вы добавляете эти регираторы центре фуу центрифуга работает и у вас это как его получается сталь металлы и все остальное вам добывается и вам не нужно париться ну то есть вы можете спокойно где-то установить пару deep майнером один сюда один сюда deep майнер к примеру да возле вашей баски изначально здесь они у вас будет копать добывать вам родом по поводу кислорода этого кио оксида льда и летучего вещества вроде там тоже есть машина которая это тоже ты бывает вроде бы как бы но с этим тоже нужно разобраться для такой машины нужно будет строить его такую комнатку полностью какие делать в полный вакуум и чтобы туда она падала потому что если к примеру и сейчас оксид либо например у там леда я отделил и вот выбросил видишь она исчезла из-за солнышка она расстает и уходит в космос так что нужно тоже делать полный вакуум то есть пока мисс у вас здесь находится лед нормально с ним ничего не будет как только солнышко у вас вы один штуку сделали а по еще ловите еще раз смотрим где планшет нажали исчезла из за то что у нас расстала потому что у нас в руках это было так что надеюсь объяснил надеюсь это все понятно как это все работает это все изначальная кибитка она для вас чтобы для понимания в принципе как эта система устроена и что для этого нужно в дальнейшем вы можете строить себе но любую базу вам главное понять рецесс саму суть механику и что для этого нужно понятно что вы не будете к примеру как я рассусоливал 6 часов на видео куда что нужно ставить вы уже будете прекрасно понимать да еще хотел бы дополнить что если вы находитесь не на луне и изначально вы построили вот это вот это вот все добро это в первой серии строил вам нужно будет его переносить внутрь но либо зашивать здесь брать стенки брать стенки и зашивать все стенками из-за чего из-за того что идет буря буря будет повреждать его то есть вы будете подходить наводить на автолад и вас будет там где зетки зелененьким будет потеки у хп проценты то есть три-четыре бури у вас полностью породится автолад и вы больше ничего не сможете делать ну то есть с этим тоже солнечной батареи у вас пойдут по хотел сказать это слово запретное да в общем пойдут у вас солнечной батареи гулять так что вам нужно будет на других планетах если вы строите вот такие солнечные панели что вам нужно будет делать вам нужно будет взять железная стена берешь железная стена делаешь железное окно я полностью это делать не буду я покажу просто принцип делайте вот так зашиваете делайте вот такой же самый кубик полностью зашиваете сюда вам внутрь надо будет ставить две пассивки вот пассивная вентиляция труба берете примеру вы здесь зашили стеклом до полностью все кроме вот этого чтобы можно быть и вешаете пассивку трубу еще пассивка смотрела с этой стороны он то есть тоже нужно это делать чтобы здесь внутри не повреждалась потому что если вот таком маленьком помещении то в любом случае там нужно циркуляция воздух если ошибаюсь конечно если это не пофиксили но на луне пока мисс как то так есть солнечные панели которые можно оставлять на улице и мне ничего не будет но до них еще как говорится рано васенька давайте уберем да в таком кубике солнечные панели будет действовать не на сто процентов не будет действовать хуже но они не будет выдавать вам 430 ватт они будут выдавать на максимум 200 к примеру не больше но в любом случае защищать нужно это если вы на других планетах в любом случае нужно защищать потому что вы устанете их ремонтировать бывают такие бури что они сносят и все и вас нет электричества ничего плюс чем прикол от этой вот фишки когда я вручную открываю закрываю если у вас пропадет электричество к примеру можете спокойно взять в руки ломик и открыть себе дверь зайти сюда закрыть дверь и тут открыть ну то есть а если у вас уже будет стоять консоль к его свет здесь пропадет каким-то случайным образом и тут консоль к вы стоить вы дверь уже не взломаете то есть вам нужно будет открывать полностью окошко либо ждать пока не зарядится батарея так что в принципе как-то так я не знаю какую следующую серию делать о чем делать может реально попробовать добыть материалы улучшить наши автолаты и построить дипмайнер вот здесь для добычи потому что если у нас будет дипмайнер у нас с вами меня реально упростит эта задача и нужно бегать будет это все искать можно будет это сделать тип манер поставить но для дипмайнера мне нужно будет солнечная батарея еще куча то есть нужно будет выяснить солнечной батареи здесь установить два дипмайнера здесь установить две центрифуги и на выходе у нас здесь получится куча металла а потом дальше в этой серии не знаю там в 5 либо в 6 можно будет построить с вами теплицу для выращивания наших продуктов там помидорка картошка если еще боюсь еще что то есть так что как то так что то еще хотел сказать а ну да на разных планетах на разных планетах можешь будут разные задачи там где холодно нужно будет согреваться где жарко нужно будет охлаждать то есть нужно будет заморачиваться с кондиционерами нужно будет устанавливать кондиционеры для кинсеров тоже нужен будет там чипы это нужно будет прописывать этот нужен компьютер это очень далеко 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 так что в принципе пока весь на этом информации должно хватить так что как-то так все всем спасибо за просмотр м пока пока и да потом если тут у не знаю когда получится уже запишу следующую серию я либо побегаю пофармлю то что мне нужно на улучшение на чтобы у нас было конкретно уже к примеру количество того металла которое нам нужно либо буду это делать вместе с вами это мы посмотрим все всем до потом удачки и на связи ребят